здравствуйте добрый день что-то не видно работает не видно нет камера не работает а почему а я с телефона у меня тут уже давно камера не работает на этом телефоне а где сейчас находитесь смысле в стране какой до италия италия так у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет не против я слушай дорогой говори я рустик и знаете да меня да это хотел у вас поинтересоваться а вот есть вот злопамятность не проходит вообще никак и чтобы я не делал например там исповедовал поняли вопрос понятен злопамятность упадя будто бы уподобляет дьяволу ян златоуст а как я от нее избавиться да никак ты не избавиться я полностью принял душу нельзя избавиться от него только христос это может сделать вырезать а мне что хорошо вот допустим человек на кого-то злится вот старообрядцы они все время не могут простить никона алексея михайловича где бы разговор не было не и что ничего нету за 300 лет ни одного художника нету ни одного музыканта то есть все за как она пачена остается злопамятность уже давно немцы проиграли войну примирились а теперь бедность стране немцы помогают сюда разную помощь шлют а он виноват гитлер ну зачем теперь это же столетие скоро будет надо уметь на сегодняшний день смотреть открытым оком бог дал время надо пользоваться им вот эти бревна то говорит свои забываем а сучки ищем просто и на молитве как бы да но все не исчезает и после исповеди причастия и многократного как бы да ну меньше становится знаете но все равно где-то вот корни остаются и вот и постоянно вот эти позывы к злопамятности ну понятно это от природы языческая но все-таки хочется это искоренить вообще реально это ли не реально ну понятно с божи это нельзя почему человек теряет памятование о смерти вот злопамятность сегодня я умираю я но я на кого-то что-то имею все уже мытар что не пройти мы же молимся что уже грехи наши как и мы прощаем то есть иначе молитва так ты мне не прощай господи потому что я не прощаю то есть это молитва ежедневно это приговор самому себе вы хотите сказать что я уже приговоренный можно я не знаю что вы я говорю вообще злопамятным ну понятно уподобляется дьяволу дьяволу нет покаяния и злопамятного покаяния нету он все время кипит виноват кто-то ну я умру сегодня мне это надо я на кого-то что-то имел это же смешно даже а и еще вопрос а как вот я это конечно же понимаю но отречься от самого себя то есть как бы чтобы не гордиться ничего просто наплевать на самого себя как бы да один прекрасный день и все да и жить с этим на что это дает человеку он же заблокирован вот злопамятный он несчастный у него искренне улыбки нет он не может правильно любить людей потому что в любом он может обнаружить то что не нравится он не может быть хорошим семьянином он обязательно разведется в ничего не прощает не так посмотрела жена не так что-то привяжется прикопается а я вот кстати читал на днях что злопамятность это критерий интеллекта человека может быть как бы далеко не глупые люди вот они злопамятные просто но память она же такими свойствами обладает что но это уже не глупый человек правильно с одной стороны я вам это мудрый человек давно прощает быстро да то есть как бы забывает все вот эти всякие моменты детали например да а умный человек это все помнит как бы взвешивает делает анализ но вот с одной стороны видите как бы палка в двух концах не но я конечно же не говорю что это право я не оправдываю ну просто я читал это мало ли уподобляет дьявол вот запомните никаких не надо других слов то есть ты превращаешься в демона зачем нужен человеку это о том что он счастливый это пустое занятие никакое счастье там нету у него он ест с ядом пищу ест пьет воду он все с ядом ест потому что у него организм работает неправильно весь организм созданный богом для того чтобы человек был счастлив он на небо не может смотреть бог ведь я его просил а ты а человек это я ему не прощаю мы видим согрешающего не видим кающегося а и знаете тихо на вещь а вот ну как бы до бесы они ну некоторые остаются правильно например до определенных дней но в человеке некоторые да некоторые выходят нет сразу бог изгоняет сразу и навсегда если человек а то есть можно сказать но мария магдалина имела 7 духов бесов и она исцелела и что теперь потом какой-то без один остался и это отверглись себя и вот говорит дух когда человека выходит злой дух и бродит по пустынным местам и думает возвращусь приходит а я знаю христа не запустил в душу не запустил и он туда заходит и бывает для него последнее хуже первого ты уверен и найти их на еще как запустить нет а причем когда ты слышишь я говорю да вопрос задал и перебиваешь зачем же это и вот говорит сколько должен он сколько десять тысяч талантов он простил а это злопамятный взял а ты мне отдай он горит потерпи на мне тем же словами умоляет его как он умолил хозяина он схватил и давай удушить и тогда хозяин верните ему тот долг что тебе бог простил он все вернет на тебя твои грехи это страшное дело быть злопамятным да есть у русских пословица наплевать да забыть ну видите вот у вас сердце совершенно другое вам легче жить с моим сердцем конечно же сложно как-то обо мне рассудил да мне сколько пакостей то делали и делаю так я бы смотрел на них а я усиливаюсь господи дай мне любить его любите врагов ваших я каждый день молюсь и перечисляю их перед богом прости господи не вменим этого безумия на суде божьем они не знают что худо творят а есть такое выражение враги нам лучшие друзья вот еще как бывает еще хотел у вас поинтересоваться а приехать к вам никак нельзя нет нельзя а зачем и куда зачем заполучить злопамятный человек он зло натворит он ничего не прощает получиться исправиться может вот учись и на нашем ю тубе учись там все сказано нашем сайте я учился но что-то видите мало толпу у меня отдушина здесь один человек начал пить пить а он в общине его ничего не могут сделать я говорю лекарство такое на работе ты ходишь где крепко закрепить что по тебя пока не выгнали а спать приходить свободное время будешь ко мне у меня мама больная за мамой сейчас я только дал звонок сестры будут за ней ухаживать а я не могу бросить иду мимо вон ларька надо купить он пришел игру со мной вставать будешь со мной за стол садиться все делать вместе будем о неделю пробыл у него в уме даже нету пить он не пьет ушел почти целый год не пил только я вот уехал летом в деревню он опять запил и полностью сорвался но иди ко мне я его знаю спокойный тихий и злопамятный нет ну вот такой он не идет не идет и полумертвого опять утащили в больницу когда читаю да ну вот замечал до изменения от психики на какая-то замкнутость и ну в общем замкнутым делает меня вот это все и мне это не нравится совершенно вот я думаю с одной стороны а почему вот как бы да это слово божие и она так действует парализующим на психику человек видите вы все начинаете психика парализующие слова не но я что на себе испытал перебивай слушай внимательно вопрос задал вы наполнили мозги свои умный человек мирским мусором ты возьми и считай евангелие как там написано и остановись и прости нам долги наши как и мы прощаем все дальше не надо то психология да разная наследственная глупости мусор помойный не не надо этим голову забивать четко и определенно я умру если я на кого-то что-то имею все дорога закрыта я в ад пойду все кончилось если бы ты знал что ты злопамятный ну кто-то скажет там не надо вам говорить а то и на меня будешь злопамятный если бы он знал что сейчас за то что он делает и думает ему попадет здесь на земле здесь кормить его не будут в отдельной камере каждый день ему там всыпать плетями будут всего быстро баташку расползла учелы горят я пить не могу бросить вот надо пить и сейчас открыли особое лечение поркотерапия пороть профессор пилипенко в новосибирске и к нему приезжают от официально аргументы и факты центральные газеты этим говорит это медицины поркотерапии пользовались немецкие князья еще там 16 веке и один говорит я начал пить жена ушла работу потерял он был директором но вот гортая сходил раз а там сколько сеансов я не знаю по 60 раз розгами показаны какие розги сколько раз он должен свою простынь принести сначала его подготавливают а дальше его порят с меня как черная полоса сползла крепкие мужчины плащут вы не подумайте что от боли от того что они увидели сколько они потеряли пока жили вот так и что интересно результат лучший когда мужчину порит женщина а когда женщину порит мужчина и все показано сфотографировано все официально поркотерапия плети надо и все человека дурь вся это выйдет я думаю у вас глазок не зря не работают а ты не хочешь чтобы на тебя посмотрели когда у меня работал я еще там еще что то есть вопросы все это далеко где-то посмотри где микрофон то у вас что-то ушел куда-то алло а сейчас слышно так сейчас слышно это говорю а вот сейчас на данный момент библию не читай но и вижу изменения психики то есть более раскованный стал то есть понимаете как бы но сравнивая до и после ну понятно может быть это свои так сказать ощущение психика раскованный ты как мирской человек то у тебя ни одного слова божественного нет а ты бы сказал начало мудрости страх господень притча соломона 1 7 без любви все напрасно господь побуждает к любви он умер за нас когда мы были грешниками а какое злопомнение другой начинает а меня он сделал слепым я родился слепой говорит я бога не люблю а другой слепой прославляет день и ночь из-за чего человек один злопамятного другого намного хуже обстановка и он за все благословляет бога благословляю тебя тюрьма благословляю тебя тюрьма что меня арестовали это солженицын говорит я многому там научился вот возьмите парализованный сергей выйди на него поговори с ним уже 16 16 лет он лежит если не 17 на вытяжку не пошевелиться не из-под себя просто никак она скрутилась растая он ничего не может ни руки ни ноги метр девяносто ростом и вдруг в один день парализованный и сколько в нем любви сколько мудрости к нему люди идут и идут какие ролики он делает вот на нашем видеоканале посмотри я его ролики беру мы договорились он мои может к себе брать я его беру какие они поучительные его ездили отсюда и что полное погружение было даже в таком виде он ратовал об этом подал заявление к нам чтобы его приняли в общину в деревню его приняли он герой нашего времени выйди на него поговори с ним утешься он тебе подскажет я говорю он рожден свыше вот это да козлов конечно конечно он духом святым движимый какие у него слова к нему приходят люди и сектанты все и все уходят другими видно это он мудрый не просто так а божественно мудрый у него очищенный сосуд а был то какой он был о себе рассказывать страшно слышать еще и найти не рука ни нога недвижимая совершенно только один плечевой сустав кажется двигается и он им на компьютере работает иконы пишет на весь мир известный иконописец он руки не опустил ему люди за утешением идут которые на ногах на машинах ездят а он лежит он как страж души я тебе советую на него выйди прям сегодня же сергей козлов парализованный заряди найдешь его в скайпе ну что еще есть время то идет мы сидим зря так все говори всю работу в италии да молюсь за это но бог мне не дает это как мне можно например понимать да то есть то что нужно уезжать домой да например не пробовать либо например как и либо бог не слышит мои молитвы ну как мне правильно понимать например интерпретировать вот это все объяви после молитву не пей не ешь дня три хотя бы и все время молись просил бога слезный дар чтобы плакать о своих грехах в таком состоянии ты зло сколько мог принести людям то только сам себя расследуй а тебя сатана может сейчас подвигнуть на меня гневаешься зло по мне не будешь держать а я за тебя молюсь господи помилуй рустика дай ему духовное рождение не дай ему погибнуть в ожесточении я в основном гневаюсь как бы на тех людей на бессовестные да например которые не являются христианами которые например постоянно на добро отвечают злом вот на таких людей я могу гневаться как я могу гневаться на христиан у меня такого не было никогда ни на кого не гневайся ни на кого на христиан на мусульман там на кого не надо ни на кого ты молись за всех за евреев за русских за за немцев за итальянцев за всех молись за старей за начальствующих а вот есть же такое да когда например в человеке ну вот две стихи как бы есть да добро и зло вот во мне как бы я чувствую одна половина говорит например что ну как бы ну против христианства то есть да как бы потому что ну по человеческой справедливости требует идти да то есть а другая половина например говорит то что нужно жить по евангельски ну то есть как бы стремиться к апостольской жизни то есть а какая победит из них ну это еще вопросы как бы хочется конечно же определиться и чтобы одна половина хотя бы да уже стабилизировалась все видишь у тебя слова все мирские мирской человек стабилизировали сто другое поле битвы сердца людей поле битвы сердца людей федор михайлов зостоевский поле битвы и там борется бог с дьяволом борется а на стороне ты будешь там будет победа я просто доктор поэтому такие слова а какими еще словами могу какими ты брось это я доктор моя печник еще теперь буду кирпичах говорить доктор ну еще что доктору привет вам вижу виктор больная доктор и стезли себя сам врач а что то не получается и найти я тебе говорю христос помогает он на руках несет доверься ему не ищи своего а человек ставит цель а вот у меня такая цель я какая цель цель это царство небесное быть со христом чтоб душа не погибла и дальше никуда и найти технович а вот вы можете например да после от беседы с человеком да ну к примеру вот у вас есть такой дар но приблизительно знать да какой дорогой пойдет этот человек либо у вас такого нет какой какой дар но приблизительно все видения можно так сказать да то есть вот вы видите будущее человека например какой дорогой пойдет человек по жизни ну как сказать пойдет он может и власть у него есть изменить это вот у нас у вас то есть а вот приблизительно что вы видите наверное я вам начал говорить вы меня перебили зачем вы в этом не нуждаетесь в ответе моем не нуждаюсь я вас предупредил разве это можно так написано глуп кто дает ответ не выслушав я начальник детского лагеря 45 лет и мы давали характеристики детям я им не даю а характеристики непростые с проглядом будущее что его ждет ребенка обычно так человек 5-7 которые знают близко они мне пишут на него характеристики а я уже тогда объединяю и сам его знаю и тогда даю сам я за это не берусь как это так а чего определять то определять не надо надо доверяться богу и работать трудиться надо а если ты на этой ниве не трудишься тебе это все равно вот этот глазок ты мог же сделать то если он действительно у тебя не работает ты знаешь у меня условия какой чтобы человек обязательно глазок работал я с тобой то почему начал говорить потому что ты очень близок мне я тебя знаю а так то бы я ну это я понял делай глазок тогда буду говорить я тебе исключение делаю тут просто и не знаю где тут в ремонт надо нести телефон чтобы но это все долгий процесс понимаете я просто как бы нуждался вообще не вы не то что вообще не в совете вашем и ну и другого варианта на путях ваших рассмотрите расспросите где путь добрый путь древний по нему идите еще есть такое и найти технович а вот например вот фактически бывает даже да вот чуть ли уши не закрывая когда слышу слово божие ну из-за того что например боюсь чтобы повредилась психика это как это уже бесовская да пошло ты не по адресу пришел тогда я тебе говорю ты меня не слышишь даже что я тебе говорю я уже несколько раз говорил как выйти из этого сейчас реши больше к столу не подходить три трое суток не пей не ешь и молись три дня у тебя что-то может проясниться гол чтобы этот туман из башки то бог тебя выдул его оттуда посмотри на себя какие твои плоды и попросил бога прощения злопомнение уподобляет дьяволу напиши это руками печатно напиши и на столе поставь эту себе запись злопомнение уподобляет дьяволу святой ян златоуст это дьявол прощать не может и кто делает так он как дьявол делается своих грехах не помнит а чужие помнят ну сказал да и что из этого сказал да и сказал брань горит на вороту не виснет кто-то виноват кто-то мне не додал чего-то ты думай не о том кто тебя любит не любит а ты думай о том кого ты любишь говорит виктор гюго это сходится с евангелем почему я цитирую других которые тебе легче может быть принять чем слово евангельская а колесников никита как бы вы с ними с ним общаетесь еще с кем с колесниковом никиты и но заходят все время на занятиях у нас занятия по skype идут три раза в неделю а тебя нет и где среда пятница воскресенье вот завтра опять будет по москве в два часа в два часа дня он заходит мы даже обменялись роликами я у него ролик взял один он там говорит как там у него дела общение такого что вот постоянно этого нету но я его вижу он там устроился на работу это в столярный цех что-то другую работу меняет как на квартире он велосипед купил а у него его угнали показано как вор подходит садится выезжает наруженаблюдение а вот еще хотел вас уточнить раньше было стремление до жить по евангелию а сейчас она вот куда-то вот отметается и наоборот как бы заменяется мирским это ж ужасно наверное да и найти тихонович нужно молиться да и выходить из этого состояния правильно понимаешь легко человеку говорить когда он это знает и прошел у меня этого не было и поэтому тут я могу тебе давать только теоретически практически у меня нет опыта в этом однажды услышав господа я уже все время молюсь только не отвергни господи где-то что-то не так сделал научи прощать врагам помогать им то есть я ежедневно об этом молюсь от всех приношу на молитве всех а как возвращается да я отступил и слова мои тут могут не иметь той силы я просто не знаю этого состояния как из запоя выходить я никогда не был я знаю все в боге постом и молитвой изгоняется бесовская сила ты дави его пост и молитва если страха божия нет ничего не поможет ты просто помнишь что ты сегодня умрешь я умру сегодня еще дальше то дачный куда пойду человек злопомнящий он не пройдет мытарство он пойдет к сатане которому уподобился живя на земле к дьяволу только подумай вздрогни и плачь что я делаю так кому от этого ты сидишь сейчас и думать а что бы ему повылазил ненавидящий брата из человека убийца ненавидящий брата смотрящий на женщину с глянем уже прелюбодействовал сердце своем по крупному надо отмерять как христос учил не ищил извинения тот кто сказал а он такой плохой я его в черный список занесу у тебя это есть ты со мной прошлый раз расправился также а я еще больше тебя помню да я помню на этих на еще ваши обличения то что ваших именно на меня характеристику она таки есть какую я характеристику вам дал один раз встретились я сказал кто вы такой есть ну-ка назови что да зал злопамятные обидчивые то что например видишь как ты этого не говорил тогда тебе сразу сказал сразу начинай бороться а ты меня сразу черный список занес и все это неправильно в ду в корне неправильно работа какая бы ни была ты бери ее с радостью работая сам себя то прокормить сможешь то матчу сказала неверующий сказал надо рассмотреть во свете библии правильный ли совет дает смирись под крепкую руку божию сколько ты можешь стонать то все время стонешь и стонешь я ничего нету движение то вперед это самолюбие человек который свое я на первое место меня обидели мне сказали не так меня отвергли меня не уважили мне не додали меня то все вокруг своего я ты отвергнись своего я возьми крест и следуй за христом отвергнись растопщи свое я никогда сдачи не давай а тебе как а вот он меня там сказал а я ему и дал по морде а теперь один на другой спросили а счеты бороду отпустил это такой повод поговорить а ты бы сразу так господь сотворил христос мой спаситель с бородой был апостол с бородой тебе прямо и лезу а ты сразу его женщина что-то сказала не так а я и дал пусть помнит куда это годится то разбойник какой-то а с другой стороны инатий тихонович люди от время сейчас такое да уже вот как какое описано в евангелие кстати люди изменились очень сильно охладела любовь и сложно среди таких людей понимаете жить ну образно выживать даже и поэтому приходится где-то приступать даже заповеди а потом кается мать это сатана тебя учит такое ну чё ты ты там не был где я был давай сразу договоримся ты никогда не был там где я был и ни разу не была такая обстановка что трудно я буду заповеди изменять наоборот еще ближе к господу делаешься надеяться некого у тебя два источника и гнев залей водой из глаз гнев это пламя в душе адское пламя горит и потуши это все и начни за врагов молиться ты прочитай покаянный канон заряди и вы возник покаянный канон там говорится как свинья в кали лежит так и я греху служу а кого-то сужу вот как сказано в молитве ну что все говорю раньше было вот это состояние да когда я был не злопамятный и прощал быстро людям а потом она вот куда-то исчезла это шо что-то случилось что-то во мне уже перегорел а умерла такое да на христианство и последнее хуже первого там господь демона изгнал а потом душа не заняты христу место не дал свое я там растопоршил и тогда он идет берет с собой семь злейших не один демон уже а семь чертей в душу залазит теперь ты только за другими смотришь за собой не смотришь а ты там был сколько мог добра сделать в этой италии то мы в италии by были нас там приняли в библиотеке замечательные итальянки и мы все это засняли в риме в риме ну все пока давай ремонтируй глазок то и тогда с глазком приходи второй раз я тебе молился только сегодня утром ты на нашем видеоканале ты бываешь а русик ушел говорю давно не был ну я еще могу сказать не был все поела опять за свои дела а ты посмотри у нас какие новые люди появляются как занятия идут какие вопросы разрешаются почему на занятия не приходишь ты же знаешь когда на занятия может без краска без глазка приходить сиди и слушай только аудио то отключи звук ну это я знаю так ну все пока отошел с богом